Переговоры с Украиной о погашении задолженности за газ и цене на поставку топлива могут продолжиться уже во вторник. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил представитель «Газпрома». В российской компании настаивают, что уже пошли на уступки Киеву, отложив переход на предоплату за поставленный газ. Мы делаем все возможное, чтобы процесс развелся нормально. Конечно, хорошо, когда потихоньку начинают отдавать, но есть согласованная сумма, которая должна была быть погашена, которая погашена не в полной мере. Еще полтора миллиарда долларов должны были быть погашены. Россия подняла цену на газ для Украины до рекордных 485 долларов за кубический метр после свержения президента Виктора Януковича и после того, как у Киева образовалась многомиллионная задолженность. «Газпром» готов на уступки, говорят в компании, но только на взаимной основе. Если мы будем занимать позицию мехотелую, то нам тоже не удастся договориться на приемлемых для нас и для нашей страны условиях. Если мы при этом гибкость тоже не будем нашим украинским коллегам давать и какую-то возможность маневра, мы тоже зайдем в тупик. В понедельник комиссар ЕСП энергетики Гюнтер Эттингер, выступающий посредником на переговорах между Москвой и Киевом, сообщил, что новая цена на газ для Украины может составить 350-380 долларов. Но Россия не готова говорить об условиях новых поставок, пока не будет решен вопрос долга. В Киеве считают, что Кремль давно перевел вопрос в политическое русло. Отключение России газа не снято с повестки дня, говорит премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Абсолютно очевидно, что Российская Федерация будет воевать с Украиной всем, чем только может, в том числе будет использовать газовое оружие. Яценюк заявил, что платить почти 500 долларов за кубометр газа Украина не намерена ни при каких условиях. Страна, по его словам, готова подать на «Газпром» в одностороннем порядке, изменивший условия контракта, в Стокгольмский арбитражный суд, несмотря на то, что процесс может занять многие месяцы и даже годы. Продолжение следует...